В Москве, несмотря на дождь, проходит фестиваль высшего пилотажа Дрон-Экспо-шоу. Соревнуются в скорости и в фигурах не высшего, но все же пилотажа-коптеры. Алифтина Пинкальская задала с вопросом, только ли у нас проводят такие состязания и какая в них таится экономическая выгода. Но а соревнуются они, потому что в помещении тут дождик не помеха. Дрон-рейсинг захватывает не только Москву, весь мир. Судите сами, буквально пару недель назад в Нью-Йорке бились за первое место американские беспилотники, а весной прошел World Drone Prix 2016, первый мировой чемпионат, который стал, как говорят эксперты, переломным моментом. Теперь дроны не считаются чем-то местечковым и гиковым, это настоящий спорт. Коптеры носили со скоростью 100 км в час, а призовой фонд соревнований составил миллион долларов. Победителем стал 15-летний британец, он выиграл 250 тысяч. А вот бронза и 150 тысяч долларов достались нашим. Вот она команда из России, Мещеряков Тим. Новым спортом заинтересовались и звезды. Солист группы Мью с Мэтью Беллами проинвестировал в Лигу гонок дронов, которую организует американский предприниматель Ник Горбачевский. Он уже собрал 8 миллионов долларов, хочет сделать такую формулу-1 на беспилотниках. Но не все, конечно, покупают коптеры, начинают гонять на перегонки. Многие летают просто так, для своего удовольствия. И таких любителей с каждым годом становится все больше. В 2014 году по всей планете было продано 5 миллионов БПЛА, беспилотных летательных аппаратов. А к 2025-му эта цифра вырастет почти в 20 раз. Эксперты подсчитали, продают таких игрушек в год больше, чем на 1,5 миллиарда долларов. Заманивают технологиями. Что в них только не напичкано. И автопилоты, и емкие аккумуляторы, и умные камеры. Ими можно управлять со своего смартфона и делать потрясающие селфи. От мировой моды Россия старается не отставать. Есть довольно разные оценки, сколько именно продается в нашей стране дронов. Дело в том, что основная часть продаж идет через интернет-магазины, а не крупные точки. Поэтому статистику собирать довольно сложно. Но примерные цифры такие. До 200 тысяч коптеров летают в российском небе. И до 40 тысяч могли купить только в одном прошлом году. Большая часть причем из этих 40 тысяч это бюджетное устройство стоимостью всего до 10 тысяч рублей. То есть довольно-таки доступно. Коптеры дешевеют, говорят аналитики. Технологии совершенствуются и появляются новые производители. А соответственно растет и конкуренция. По прогнозам, дроны будут и дальше идти в массы. Чуть ли не каждый месяц появляются сообщения о новых и новых идеях для их применения. Не для гонок, а уже для бизнеса. Вот одна из российских разработок. Контроль строительства. Коптеры летают над стройплощадкой. Снимают весь процесс. А полученные данные передают на веб-платформу, которая их потом анализирует. Например, показывают скорость строительства. Соотносят все изменения с планом. Показывают укладыватели-строители в сроки. Нет ли каких-либо отклонений от проекта. И даже коптеры измеряют уклоны, высоту и площадь стройплощадки. Но интересно, что в России даже заговорили о скором появлении новых специалистов. В агентстве стратегических инициатив предложили официально закрепить профессию оператор беспилотного летательного аппарата и начать уже сейчас обучать всех желающих.